В Cloud появилась расширенная аналитика. Давайте посмотрим, как этот инструмент работает, какие там есть ограничения и как вы это все можете включить в своем профиле прямо сейчас. По умолчанию функции анализа данных в Cloud не работает. Нам ее необходимо предварительно активировать. Для этого мы заходим в настройки Cloud и здесь выбираем предварительные данные, то есть функции предварительного анализа. То есть все новинки, которые появляются в Cloud, они соответственно будут отображаться здесь. Здесь, значит, есть функция генерации непосредственно формул. Мы видели, что в ChargeGPT, например, существует проблема с формулами и здесь Cloud не решает эту проблему, но я не занимаюсь профессиональной математикой, поэтому мне функция эта неинтересна. Функция визуализации PDF файлов, об этом я как-то расскажу в следующих видео. Сейчас меня интересует функция анализа. Мне необходимо включить эту функцию, предварительно она отключена. Нам необходимо ее активировать и все. После этого у нас в нашем Cloud будет в разделе артефакты. Соответственно, будут более продвинутая работа с аналитикой, более продвинутые инструменты анализа. Смотрите, Cloud может писать и запускать код для обработки данных, выполнять анализы, создавать визуализацию данных в режиме реального времени. Давайте посмотрим, как это работает. Значит, все, мы эту функцию активировали и дальше нам необходимо уже начать тестировать. Для того, чтобы начать тестировать, нам необходимо в Cloud предварительно загружать CSV файлы. То есть файлы с расширением CSV, это Excel файлы, файлы с данными, для того, чтобы он на основе этих данных, соответственно, мог проводить тот необходимый анализ, который нам и нужен. Как вы знаете, рандомные данные для анализа я беру обычно с различных источников. В основном это Kaggle. Kaggle позволяет нам найти огромное количество файлов, с которыми мы можем тренироваться в дата-анализе, то есть в аналитике. И, соответственно, я здесь возьму в качестве примера вот этот файл. Это набор данных о заработной плате образования молодых мужчин, существует ли связь между образованием, отраслью, опытом и заработной платой. Даты здесь больше 4360 наблюдений за период с 80 по 87 год. Они включают информацию о типе работника, месте проживания по часовой оплате труда и тому подобное. Значит, нам необходимо скачать этот файл. Мы его вот прямо здесь можем скачать, нажимаем скачать и дальше мы его просто выгружаем в клод для того, чтобы он провел нам этот анализ. Давайте я сейчас подгружу. Подгружу и вместе с файлом я ему напишу следующий промп. Проанализируйте данные, создай линейный график, сравнивающий среднюю заработную плату по годам с 80 по 87 год. Отрази тренды для различных профессий, чтобы показать, как изменялась заработная плата для разных категорий заработок за этот период. То есть я что сделал? Я в него сейчас подгрузил файл. Смотрите, в чем есть сразу же ошибка и проблема Клода. Клод пока не понимает большие данные. Смотрите, я специально подгрузил в этом файле, существует больше 3000 различных строк и Клод начинает вот на этом моменте тупить. То есть он тут же мне сообщает, что слишком большой файл, он не может с ним соответственно работать. Давайте я сейчас откорректирую этот файл и отправлю его снова. То есть важно понимать, Клод, в отличие от того же чат GPT, если бы мы в чат GPT закинули этот файл, то он бы нам без проблем, соответственно, провел анализ этого файла. У Клода в данный момент существуют большие ограничения. Ограничения в 3000 строк, соответственно, вот он и показал нам, что они в данный момент существуют. Поэтому если у вас слишком большой объем данных в вашем файле, то, скорее всего, Клод не справится с этой задачей и нужно будет переходить в чат GPT. Давайте я отредактирую эти данные и отправлю ему их снова. Чтобы вам показать действительно, что здесь большое количество данных, вот смотрите, 4361 строка. Ну давайте, чтобы Клод нам немножко быстрее решал эту задачу, я где-то 2000 строк удалю. Смотрите, да, я вот сейчас почистил этот файл и тут же уже Клод начал, соответственно, с этим файлом работать. Мне нравится, как работает Клод в плане копирайтинга. Мне нравится, как работают артефакты от Клода. Но мне вот эти вот ограничения, которые в данный момент существуют в том же Клоде, они меня просто, ну честно, раздражают. Когда у тебя большая работа предстоит тебе проводить, и ты в чате Клода с ним работаешь, а потом он говорит, что извините, давайте перейдем в другой чат, потому что я не справляюсь с теми задачами, которые в данный период передо мной стоят. Ну в принципе, как бы это ожидаемо для каких-то маленьких работ. Вот идеальный помощник, вот в плане текстов, наверное, анализа данных, это Клод, но для всех остальных мы, я стараюсь работать именно с чат GPT. То есть я когда знаю, что у меня большая работа предстоит, я все же перехожу в чат GPT, либо там фильтрую эту информацию, а дальше уже загружаю ее в Клод. Значит, смотрите, все, он нам провел анализ этого файла и, значит, сделал корреляцию по годам. Единственное, да, смотрите, он здесь все написал на русском, на английском языке, можно было бы попросить его перевести на русский язык. И, но график он построил, то есть он провел анализ этого файла и построил график. Мы теперь можем вот вводить в любую, в любые данные и, соответственно, смотреть, как была корреляция, тренды по различным профессиям, чтобы показалось, как изменилась заработная плата для разных категорий работ. То есть мы видим, что в определенной категории работ, например, вот что это у нас в сфере продаж, да, вот какой был рост для именно молодых мужчин. Где-то было, соответственно, в фармацевтической индустрии было, соответственно, падение. Что мы можем сделать? Смотрите, мы можем в Клоде также появилась возможность не просто провести анализ, мы сюда можем его сейчас попросить написать полную легенду, соответственно, то есть описание к этому графику. Это первое, что мы можем его попросить. И также мы можем, например, мы создаем презентацию, у нас просто визуально не подходят вот эти вот светлые тона, да, что мы можем? Можем его попросить, соответственно, сгенерировать нам эти данные именно в темных тонах. Давайте покажу, как это работает. Да, для начала я, соответственно, скачаю, сохраню, чтобы у меня был пример, да, пример сравнения. Ребят, все промты, которые я использую в этом видео, есть в моем телеграм-канале. Ссылка на канал находится под этим видео. Обязательно кликайте либо в описании, либо в разделе с комментариями, либо первый комментарий. Переходите в основной телеграм-канал. И там есть информация, как получить доступ к более чем 10 тысяч различным промтам. Плюс большому количеству видеоуроков свежих по искусственному интеллекту, его внедрению в бизнес, маркетинг, в личную жизнь. Также у нас есть чат для общения образой. И еще раз говорю, огромная база знаний по промтам и работе с искусственным интеллектом. Также есть и визуальные промты для генерации изображений под вашу тему, под вашу нишу, под вас. Ссылка на телеграм-канал находится под этим видео, поэтому после просмотра кликайте и переходите. Для этого я ввожу в него промт. Сделай этот график и страницу в темном режиме. Помести легенду в правый верхний угол и сократи название профессора. Добавь ключевые выводы под этим графиком. То есть он, по идее, сейчас должен мне сделать в темном режиме эту таблицу. Плюс он должен перенести легенду в правый верхний угол, сократить название профессии. Надо было, конечно же, еще его попросить все это сделать на русском языке. Давайте посмотрим, как он справится с этой задачей. То есть он сейчас нам генерирует, создает код. И здесь уже, смотрите, мы можем использовать, видите, он в темный режим перевел. То есть мы можем, например, эти данные с помощью кода, который он сгенерировал, просто скопировать эти данные, отправить на свой сайт, в свою презентацию. Не важно, хоть куда мы эти данные, соответственно, можем добавить. И либо просто сделать скриншот и внести уже в таком виде, ну, либо в интерактивном виде, вот как здесь. Мы можем все это добавить на свой сайт, в свою презентацию, куда угодно. Смотрите, да, мы его попросили сократить название профессии. Он сократил, то есть здесь уже нету больших вот этих вот данных. И попросили его, давайте сразу же переведем, чтобы мы детально, хотя нет, видите, он не переводит здесь. И попросить, соответственно, изменить описание. То есть здесь, ну, можно было, конечно, попросить на русском языке, но он, соответственно, всю работу проделал. То есть он оставил этот же график, линейный, но изменил все в темный цвет. Мне кажется, очень удобно, да, когда вы можете менять цветовые решения в зависимости от вашей первоначальной задачи и от вашей первоначальной презентации, цветовой схемы презентации. Хорошо, то есть линейный график, лод, в принципе, без проблем, как мы видим, составляет. И эти графики мы можем использовать в своих презентациях. Для второго примера я буду использовать другой файл. Я также его нашел на сайте Kaggle. Значит, файл данных о зарплате в сфере науки. Мы скачаем этот файл также. Мы просто скачиваем этот файл и добавляем его в Клод. Добавляем его в Клод и просим Клода на основе этих данных, чтобы он создал нам диаграмму, показывающую топ-5 профессии самой высокой средней зарплаты в долларах США за 2020 год. Вы можете выбрать там любые данные, которые есть на Kaggle. Значит, смотрите, теперь он сначала проанализировал тот файл, который мы в него выгрузили. Я здесь уже сразу же использовал небольшой файл, чтобы там было меньше 3000 различных строк. И он нам создал вот такого вот вида диаграмму. Кстати, опять на русском языке забыл написать, чтобы он это сделал. Но давайте смотреть. Топ-5 профессий по средней зарплате по 2020 году. И он из данных этих файлов вытащил именно те топ-5 профессий, которые... Но опять же, если нам необходимо переделать эту круговую диаграмму, например, в темный режим, мы так его и просим. Я хочу переключить этот график и страницу в темный режим. Сократи название профессии, сделай легенду более читаемой. Я хочу, чтобы это выглядело более привлекательно. Также добавь больше ключевых выводов под графиком, пиши все на русском языке. Сейчас я его уже попросил написать все на русском языке. Давайте посмотрим, как он справится с этой задачей. Значит, описание он, то есть название профессии, он все же не выделил на русском языке. Но зато он сделал нам ключевые выводы уже на русском языке. Топ-5 самых высокоплачиваемых позиций в DataSense в 2020 году. И здесь видны вот эти вот показатели, видны цифры, цифры зарплат. И здесь ключевые выводы. Роководящие позиции лидирует директор по DataSense, получает в среднем 325 тысяч долларов, что на 25% выше, чем следующая позиция в рейтинге. То есть, видите, он не просто взял данные, он еще начал проводить такой достаточно базовый анализ. То есть, он сказал, что на сколько процентов различается, научные роли высоко ценятся, входят в топ-3 с зарплатами выше 200 тысяч, существенный разрыв, соответственно, с этим параметром. Разница между высшей и низшей позицией в топ-5 составляет 172 тысячи долларов. Управленческий учет 3 из 5 позиций связан с управлением, что показывает высокую ценность управленческих навыков. И плюс он здесь расписал нам, что он изменил. То есть, он изменил, во-первых, дизайн. Мы там помним, что все было как бы в белом цвете, в синем в одном цвете. Здесь он уже разделил на цветовые решения, которые более-менее нас устраивают. И то же самое. Мы этот код можем добавить себе на сайт, мы можем визуализацию это добавить в презентацию. Все это делается буквально в несколько кликов. Как мы видим, Клод стал проводить анализ намного быстрее, чем он проводил анализ еще сколько? 4 или 5 месяцев назад. Я снимал похожее видео, когда в Клоде появились артефакты, когда в Клоде появилась возможность сделать анализ. Я снимал похожее видео и там все это работало намного медленнее. И все это было как бы на таком достаточно примитивном уровне. Здесь внешний вид таблицы, он мне уже больше нравится. Плюс возможность переключения со светлого на темного режиме. Этот режим это очень круто. Также, наверное, стоит показать, как выглядит сама, соответственно, таблица. Таблица у нас выглядит вот в таком вот виде. И мы можем увидеть, что здесь всего 608 строк. И Клод, соответственно, с этой задачей справляется. Давайте его попробуем попросить в этом же окне создать диаграмму рассеивания, отображающий зависимость между уровнем опыта и зарплатами доллара в США. Отметь точки цвета в зависимости от доли удаленной работы, чтобы показывать, как удаленная работа влияет на уровень зарплат. И теперь он заново, соответственно, анализирует наш файл. И уже будет генерировать следующий артефакт, следующий график, который нам необходим. Да, смотрите. Он нам сразу же создал такого вида таблицу, где поставил те самые точки, которые мы его просили. То есть диаграммы рассеивания, так называемые. И здесь мы можем у него задавать не только те данные, которые мы у него запросили. Мы можем анализировать абсолютно любые данные, которые есть в таблице. Смотрите. После он делает ключевые выводы. Разница между начинающими специалистами и экспертами составляет более чем в три раза. Удаленная работа более распространена на высоких позициях. Эксперт имеет самый высокий процент удаленной работы. Размер выборки. Больше всего данных представлены специалисты среднего и старшего уровня. Карьерный рост. Переходы с начального в средний уровень дает прирост около 26 тысяч долларов, а со среднего на старше около 50 тысяч долларов. Если нам что-то непонятно, мы в любой момент можем в левой его части спросить, соответственно, что это за данные, как они работают и почему он выбрал, соответственно, эти данные. Я его сейчас попросил, расскажи подробно, что обозначают эти данные. И он мне, соответственно, подробно описывает, что обозначают эти данные, как их правильно читать. То есть, когда мы работаем с данными, нам не только нужно провести анализ, например, этих данных, нам нужно четко понимать, что эти данные обозначают. И, соответственно, Клод с этой задачей справляется просто идеально. Давайте чуть-чуть ему усложним задачу, чтобы показать также возможности его аналитических возможностей. Я его хочу сейчас попросить сделать нам полноценный дашборд, то есть доску с вкладками для навигации. Я его попросил сделать четыре вкладки. То есть, первая вкладка – это столбчатая диаграмма, сравнивающая среднюю зарплату в зависимости от размера компании. То есть, столбчатая диаграмма, которую мы проводили с вами в самом начале. Второе. Я его попросил сделать мне круговую диаграмму распределения профессии по уровням опыта. Третье. Я его попросил создать диаграмму рассеивания, показывающей зависимости между зарплатой в долларах и долей удаленной работы. Ну и четвертое. Я попросил сгенерировать линейный график, отображающий тенденцию средней зарплаты по годам. Сделать дашборд в темном режиме и добавь ключевые выводы по каждым графикам. Плюс в каждой вкладке он сейчас будет делать детальное описание, и мы просто это описание будем использовать в своей работе. Смотрите, да. Смотрите, да. Вот он закончил работу. И теперь, значит, он сделал нам четыре вкладки, как мы его просили. Размер компании, уровень опыта, круговая диаграмма, удаленная работа. Это как раз диаграмма рассеивания и, соответственно, тренды. Тренды в виде линейного графика. Плюс к каждой диаграмме он прописал легенду, то есть он прописал ключевые данные. И еще раз говорю, что мы можем в качестве кода скопировать это на свой сайт, либо мы можем сделать скриншот и уже использовать эти данные в своих презентациях. На мой взгляд, инструмент анализа от Клод, он претерпел достаточно большие изменения. Теперь это все выглядит намного привлекательнее. Плюс есть возможность интерактивно выбрать те элементы, с которыми мы хотим взаимодействовать. И все создается достаточно быстро. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Обязательно попробуйте новый инструмент аналитики, который сейчас есть в Клоде. Проанализируйте, например, рост своего YouTube-канала или Инсты, либо продвижение в социальных сетях. То есть проведите анализ и попросите Клод выделить основные моменты в продвижении, например, вашего профиля в Инсте, либо в какой-то другой социальной сети, либо над увеличением продаж поработайте. С помощью инструмента аналитики Клод я вам в качестве примера здесь показывал данные, которые мы брали с сайта Kaggle. Можете также поиграться, попробовать, потестировать, когда есть огромное количество данных, их интереснее анализировать. С вами был Игорь Зугевич. Обязательно поставьте «Нравится» под этим видео. Пока!